приветствую с дела друзья мои это Тимур Ханов это Новосибирск сегодня 6 января преддверие рождеца по православному обряду но я возобновляю свои работы по вопросам общественного мнения вот вышла на улицу у нас сегодня неплохая погода в Новосибирске примерно минус 15 ну техноспохтехника позволит буду подходить к студиям и спрашивать их на актуальные темы актуальная тема она к сожалению не только Рождество о котором я хотел вас спрашивать но и события в Казахстане и вот мне стало интересно как что скажут люди обычно работаю либо в прямом эфире либо просто подряд всех снимаю и как снял так и покажу пьес-купюр такой стиль у меня надеюсь получится интересно и если буду вырезать научиться технические моменты типа пауз это чтобы вам было интересно а мне важно чтобы вам было интересно смотреть на то что я снимаю приступим это центральная площадь Новосибирска сейчас я перехвачу свое оборудование вот у меня идет съемка на gopro не одновременно на телефон стабилизаторы вот я надел ларежки можно начинать здравствуйте можно вас спросить меня Тимур зовут я опрос провожу что вы слышали о событиях в Казахстане понятно спасибо тут много людей отдыхающих с детьми их я тревожить не хочу буду спрашивать как обычно прохожих здесь на площади Ленина здравствуйте можно вас спросить меня Тимур зовут я опрос провожу что вы слышали о событиях в Казахстане ну что там не спокойно какое-то у вас впечатление от этого сложилось да молодцы молодцы конечно понятно спасибо спасибо мы много слышали много читали комментировать я думаю не надо ну как раз идея же положительное впечатление положительное или негативное впечатление пока никаких посмотрим что из этого получится ясно спасибо вы слышали что происходит в Казахстане не хотите а почему а что такое вы как-то связаны с Казахстаном понятно здравствуйте меня Тимур зовут я опрос провожу что вы слышали о событиях в Казахстане не слышали то что по телевизору и что там говорят мятежники мятежники какое у вас от этого всего впечатление баева и между собой да то есть ведут что это борьба кланов да а то что туда был подправлен российские войска как вы к этому отрастись да ничего не будет отправлено я думаю нет отправили уже десанты там берут да да ну это наше правительство так и решило значит надо а ваши отношения слушай не хотелось бы чтобы наши ребята умирали там понятно что понятно спасибо за ваше мнение вы слышали о событиях в Казахстане да какое у вас впечатление что там происходит у меня больше негативных впечатлений почему я считаю что там происходят обычные грабежи мародерства насилия а не достижения людьми своих но там говорят вроде бы некоторые называют это революцией то что туда отправляют российских военнослужащих как вы этого то есть я к этому отношусь большим большой осторожностью скорее негативно почему это касается моей страны а я я гуден в армию вы бы не хотели миротворцы же вроде отправили то это называется миротворцы ну и называется миротворцы но реально мы знаем что они будут выполнять то что просто ясно ну да в восьмом году именно на миротворцы напали в Южную Акадию я хочу чтобы уровень жизни действительно уровень жизни населения действительно повысился были отменены ненужные налоги для экономики в России или в Казахстане? в том числе в Казахстане цена населения газ в тех регионах где вот бывает была оптимальна не а там же проблема в том что машины все этот газ используют он подорожал на 10 рублей ну короче в два раза ровно в два раза в два раза да я хочу чтобы все вернулось просто к тому уровню насколько это возможно насколько это оптимально понятно спасибо за вашу увену да всегда пожалуйста все добро так мы узнали ой неудобно работать сразу две камеры но приходится для резервов мы узнали что думают молодые люди давайте попробуем поспрашивать людей разных поколений в Казахстане в Казахстане события как можно сказать переворот там происходит то те же самые события что и в Беларуси по отношению ваше позитивное негативное пока еще непонятно там время пройдет как вы относитесь к тому что туда отправляют российских военнослужащих ну как это всегда было это всегда было всегда отправляют помощь требуют союзные республики ну в принципе тоже нейтрально посмотрим опять же время покажет время покажет понятно спасибо за что в Казахстане что происходит беспорядки больше ничего не знаю пытался найти информацию не получилось почему как вы думаете почему не получается не показывает по центральным каналам а ну я вообще не смотрю телевизор я как бы ничего не слышала но отношение к вам сложилось что там происходит но меня тяжело я переживаю за людей за свободу в стране их а то что туда отправляют российских военнослужащих наши отношения попали печально вам не нравится нет спасибо извините пожалуйста можно вас спросить меня Тимур зовут я просто провожу что вы слышали о событиях в Казахстане что там грива рот почти не мешает и какое у вас к этому отношение ну отрицательное почему ну некогда называют это революции ну там какая-то борьба за власть а то что туда отправляют российских военнослужащих ну отправили сегодня да и какое у вас отношение очень так конечно не нравится а ваше мнение можно узнать нет 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 спасибо тем временем у нас ребенка видите снежные фигуры создают вот такой фестиваль ежегодный рождественский у меня все больше женщин попадает здравствуйте меня Тимур зовут я просто провожу что вы слышали о событиях в Казахстане сердце болит от всего этого и больше ничего то есть вас это пугает или что тревожит ну не то что пугает тревожит да совсем это не нужно людям людям это и есть беспокойство но думаете это будет может это революция некоторые называют что-то так не надо это не революция не надо а как вы относитесь к тому спасибо спасибо можно не снимать так есть люди которые не нравятся их снимают походят краски самые скульпторы кого приехали на фестиваль ну вот пока из тех людей которых я опросил сложилось складывается впечатление что в общем во-первых многие в курсе что происходит хотя информация такой полной информации нет даже наверное у жителей Казахстана или у тех кто внимательно следит не пока я не слышал восторгов типа давайте поддержим борьбу народом ну это связано с тем как подается информация или что происходит и как это представлено доступных средств здравствуйте можно вас спросить меня Тимур зовут я опрос провожу а вы слышали что происходит в Казахстане как у вас к этому отношению ну да не знаю наверное главное чтобы не было войны а то что до наших война сочек отправили какое у вас впечатление ну впечатление не могу сказать что это спасибо скажите вы слышали что происходит в Казахстане вы не расположены отвечать нормально наступающими с праздниками ну нет так нет все что говорят в новостях а что говорят в новостях о том что в Казахстане события какого рода политического экономического какие у вас впечатления от этого что вы слышали ну какие впечатления плохо наверное почему плохо вроде говорят революция а вы меня спрашиваете или вы сами на меня отвечаете ну вот некогда это назвать там революцией даже видят я считаю что плохо когда убивают людей понятно как вы полагаете это действие властей или это действие я не знаю я там не живу понятно а то что туда отправляют российских военнослужащих какое впечатление у вас слышал какое впечатление у вас от этого ну это обязательства страны в рамках УДКБ ну то есть это наш долг это долг страны понял спасибо вам за ответ в Казахстане ну слышал какое у вас от этого впечатление очень нехорошее почему ну это же это как это правильно сказать как у нас при революции грабежи взломщики это вообще а то что какое у вас отношение к тому что туда отправили российских военнослужащих не знаю я против почему ну зачем наши парни будут там голову складывать что мало у этого Афгана и Чечни мало что ли по моему достаточно вот сколько оттуда приехало спасибо за ваше мнение да и какое у вас впечатление от этих событий никакого а какое у нас может быть впечатление ну нравится не нравится тревожит елка новогодняя нравится не нравится тревожит не тревожит а то что туда отправляют российских военнослужащих какое у вас впечатление никакого впечатления мы об этом не знаем понятно спасибо вам вы слышали что происходит в Казахстане нет совсем не слышали нет да ладно здравствуйте можно вас расспросить нет я просто провожу вы слышали что происходит в Казахстане да конечно какое у вас впечатление положительное почему а то что там говорят погромы убийства ну слушайте не будет как правильно говорится без разрушения не будет прогресса не разбив яйца не попробуй шинишнице ну типа того да а то что туда отправляют русских военнослужащих какое впечатление это и страна они должны сами разбираться понятно спасибо за ваше мнение все хорошего дня здравствуйте можно вас спросить меня Тимур зовут я опросы провожу вы слышали о событиях в Казахстане в комментариях в комментариях в комментариях ясно ну вот вы слышали о том что думают люди я постарался показать вам всех кого я заснял извините технически получилось может быть не совершенно потому что приходится на морозе снимать вот у меня можете посмотреть какая техника я стараюсь сделать все что было вам интересно какое у вас впечатление о том что говорят люди какое впечатление о событиях в Казахстане напомню снято это у нас 6 января вечером пока еще события в Казахстане не пришли к своему какому-либо финалу и только-только появились известия о посылке русских советских российских военнослужащих в рамках ОДКБ в Казахстане я буду снимать и дальше вопросы для вас пожалуйста напишите какие темы вам интересны есть у меня группа мнение новосибирска в фейсбуке постараюсь расширять эту практику я надеюсь вам тоже будет интересно ответить отвечать на вопросы и сравнить свое мнение с мнением других людей это Тимур Ханов Новосибирск ты видя называется мой проект и прошу вашей поддержки если вам нравится то что я делаю будьте здоровы с праздниками вас доброго Рождества и чтобы дурных новостей нам было поменьше а новостей хороших вдохновляющих было побольше пока пока и